АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы еще не успели понять, то это наша физкуль-минутка. По-прежнему Паша Моисеев и Наташа Теплова здесь в студии. Мы готовы осваивать для себя что-то новое, тренироваться, делать себя здоровее, красивее и стройнее. И с нами в студии Яна Титюцкая, специалист по функциональному тренингу. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Расскажите, что это за приспособление? Что это за приспособление? Это такой мини-тренажер многофункциональный, который может держать вас в тонусе в любое время года. На любых ваших каких-нибудь вылазках дома. Во время карантина это вообще был несменный наш тренажер, на котором мы все время занимались. А как бы на нем заниматься? То есть наверх и вниз? Крабкаться, да. Ногой стоим сюда, вверх сюда. И все, и вот так, и закончился мой спорт. Так, ладно. Это шутка на самом деле. Да, вся суть тренировки состоит в чем? Мы находимся все время в активной планке, независимо от того, где мы работаем. В вертикальной зоне или в горизонтальной. А, планка! Активная планка! Да, мы работаем все время со стабилизаторами, подключаем глубокие мышцы, самое необходимое у нас для нашего тела. Поэтому сегодня взбодримся, укрепимся, потренируемся одновременно. Все прям в одном-в-одном комплексе. Глубокие мышцы, мои любимые. Мне нравится, как вы много говорите, я бы так прям всю программу простояла. По теории нас больше погоняем. Так, да. В общем-то, у Павла и Наташи петли уже готовы к тому положению, с которым вам будем начинать. Я готовлю свои петли. Чуть-чуть разогреемся и потом сразу приступим к упражнениям. Да? Да. Начинаем с таких незамысловатых движений. Просто работаем на выдохе в каждую сторону. Это пока еще просто. Мы расслабляемся. Это как бы ответ на вопрос. С подсмены ли мы с Пашей? Да. Нет, нет, нет. Плечи назад. Круговые вращения. Опускайте лопатки вниз. Каждый раз на выдохе. Уже должно быть хорошо. Разогреваемся. Пока все просто. Раскрыли грудной отдел. Так, раскрыли. Растянулись хорошо. И потянулись вперед, руки в замок. Немножко округляем лопатки. Снова раскрылись грудным отделом. И вытягиваемся лопатками. Потянулись вверх, выросли. Доброе утро, да? Да. Выдох. В обратную. Ага. Руки назад. Немножко потянулись вверх, вырастаем. Максимально руками. Резко опускаем руки вниз. Потихонечку выходим наверх. Чуть-чуть буквально стопами. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Немножко покосолапим. Чуть-чуть в обратную. Круговые вращения. Я надеюсь, что зрители наши тоже к нам присоединяются и повторяют. Пока все просто. Даже я справляю. Ничего сложного. Просто разогреваем связки и суставы. Чуть-чуть буквально еще погуляем вперед. Центр. Вперед. Центр. Без круговых вращений. Просто вперед-назад. А, вперед-назад. Да. Все? Вы готовы? Да. Я разогрет максимально. Приступаем. Спасибо, что были с нами. Так, ваша задача сейчас зайти одной ногой в две петли, которые я вам вот соединила, да, получается, в одну. Мы выходим боком. Ваша задача немножко отпрыгнуть ногой, да, чтобы было хорошо вам выходить в выпад. Здесь самое важное, опять напоминаю, активная планка. Вы четко должны держать корпус ровным, макушкой стремиться в потолок. И плавно вниз. Так. Отлично. Это тоже есть такой вариант. Обычно у новичков, но это нормально. Так, ну последний раз на эту ногу. Все, аккуратненько выходим с петли. Ваша задача теперь ногу поменять, чтобы мы не работали все время на одну и ту же ногу. А Наташа выйдет с петли? Теперь ваша задача будет зайти носочком, пяткой упереться и сделать прыжок вперед снова. Слушай, тут координация, Наташа, нужно. Да тут вообще все надо, чего нужно. Здесь все вместе, да, координация, баланс. Ты думала, все время на диване сидеть будет? Аккуратненько. Мы теперь выходим назад. И подтягиваем колено в исходную позицию. Снова выходим назад. Ну, судя по аплодисментам, у вас все получается, да? А теперь, смотрите, мы немножко усложняем вариант. Мы выходим вниз, ногой, и потом только поднимаемся вверх. Снова вниз, ногой, и потом поднимаемся вверх. Хорошо, я смогу. Я посмотрю на вас. Отлично, Наташу буду помогать. Сразу на стопу, на стопу, на стопу. Да, и вверх. А потом? Есть, и вверх поднимаемся. Тут запомнить надо еще. Есть. Так. Снова вниз опускаемся. Вот знаете, есть конкурсы, где тебя связывают ноги, ты там должен в паре с кем-то прыгать. Вот эта вся история. Это не твоё. Вот эта история, да, не моя. Отлично, отлично. Все хорошо. Все, теперь я не буду вас долго мучать, да, на одной ноге, все-таки сложное упражнение. Вам будет домашнее задание. А вы дадите нам, да, вот это вот? Естественно, вопрос решаемый. Так, теперь мы разъединяем эти петли, чтобы у нас было две петельки. Ага. Вот так, да. Так. Ну, с двумя-то гораздо легче будет огласить. Ну, конечно же. Теперь мы прям быстренько-быстренько в них зайдем, да, вот таким образом. Набрасываем петли с внешней стороны, переворачиваетесь, и вы уже на них. Угу. Прошел год. Давайте, давайте, это прям быстро-быстро. Набросили, перевернулись. И уже вы лицом вниз. Так. Я готов. Надо капли, капли в глаза, чтобы это развить. Подождите, по-моему, тюленя выбросила просто на берег дельфина. Смотрите, вот теперь мы четко, да, уже приступаем к планке. Ваша задача ладони вывести под плечи, выйти в ровную линию, носочки затереть на себя. Стоим. Стоим. Наташа, стоим. Стоим. Вы попробовали? А вот теперь мы непосредственно приступаем к упражнению. Руки чуть-чуть пошире, чтобы вам было комфортно. И выходим вниз в отжимание. Ой, максимально комфортное отжимание. Так, я посмотрю, проверю, проверю. Поясницы старайтесь не провисать, потому что вы можете получить... Меня, меня, меня... Замосить. На поворотах. Вот, кстати, о поворотах, да. Есть тоже шикарное упражнение, которое называется маятник, да. Опускаем с ним, напрягаем поясницу. Мне кажется, мы занимаемся еще с самого начала. Вот, мы сейчас к нему дойдем. Сначала мы снова выходим на ладони. И теперь ваша задача подтянуть колени в груди и вернуться в исходную позицию планки. Прекрасно. Снова колени и вернуться. Колени и вернуться. Так. Не, ну отлично, здесь вообще шикарно. И вот, собственно, мы сейчас приступим немножко... Уберу волосы, чтобы не мешали. К этому упражнению, которое говорила маятник. Вы начинаете себя двигать со стороны в сторону. Ну что, поехали, маятник. Отлично, молодцы. Только берегите поясницу. Паша, Наташе получилось лучше, что-то... У нее лучше, но один раз. Ребята, будьте в форме, оставайтесь с нами, вам спасибо большое. Узнали о новой тренировке. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ